Сделала закупку фруктов, все так ярко, солнечно. Мне кажется, именно поэтому сегодня солнышко вышло. А может быть наоборот, конечно, вышло солнышко. И мне захотелось чего-то такого, знаете, яркого, красивого на тарелке. Вот так проходит мое сегодняшнее утро. Утром я за 29 евро, как вы помните, купила свинину Пакс и мелко порезанную, то есть не фарш. И сейчас на ужин буду ее пережарить. Посмотрите, какие красивые кусочки. То есть уже порезанная, уже не на кости, то есть меньше головной боли. Взяла по скидке вот такой чесночно-лимонный соус. Накапала его, ну как хорошо положила. Немножко карри добавила, видите. Добавила туда базилика. Как я готовлю такое мясо. Добавила, видите, лука, по вкусу там поперчила. Солю больше в конце, сейчас просто чуть-чуть присолила. Основная соль в конце будет. Хорошенько-хорошенько лука добавила, пережарила. Долила водички, протушила. Потом снова пережарила, снова протушила. И так вот раза 3-4, тогда мясо получается очень сочным. Как я говорю, один бог знает, как я хотела нормальной еды, находясь в мутаке, когда рис и пережаренный фарш. Рис и пережаренный фарш. Либо картошка какая-то. Я уже последние дни питалась одними салатами, потому что мой желудок не выдерживал той пищи. И теперь, видите, вот сбылись мечты. Своя кухня, своя сковородка. Стою готовлю то, что хочется. Привет, мои дорогие девчонки, мальчишки. Из Анюткиной комнаты. Ну как, из нашей совместной комнаты. Посмотрите. Она здесь, видите, уже себе там понадела всяких таких вещей. Рюкзачки, которые там у нее. Вот там прям все сложено. Она 2 дня. Вот буквально 2 дня. Вчера и сегодня что-то клеит, мастерит, наклеивает. У нее есть даже на ящиках комода наклеечки. Написано там интересный ящик, там что-то еще. Ну, мне это, знаете, вот очень это все умиляет и очень трогает. Переступив порог этого дома, мой ребенок как-то, знаете, вот, возвращается моя Анюточка, вот такая, которая более-менее спокойная, радостная. И я чувствую, что я в этом доме наполняюсь энергией. То есть либо это энергетика дома, либо ощущение того, что вот они стены, я могу готовить, что хочу, я убираю. Ну, ощущение дома. Вот у меня появилось ощущение дома, и это дает какую-то стабильность. Я начинаю даже замечать, что у меня вот энергия аж в кончиках пальцев. Что еще? Ну, Норвегия не перестает меня удивлять в хорошем смысле этого слова. Вы знаете, вот медленно, постепенно, но все-все-все вот по чуть-чуть решается. Буквально вчера мне в почтовый ящик пришли два письма. Ну, неважно, вот письмо. Открываю, начинаю переводить. И это информация о том, что обдобрена определенная сумма на очки. Сейчас я вам это письмо даже покажу. Разогну информацию личную. Ну, самое главное, что 1895 норвежских крон одобрено на очки. Ну, а я прекрасно понимаю, что это только одни какие-то очки. Была мысль первая, сейчас позвоню куратору, какие мои дальнейшие действия. И потом понимаю, что, ну, можно съездить в оптику и спросить, что и как дальше. То есть, думаю, куратор редко отвечает. Ну, нет смысла что-то писать, ждать ответа, ответить, не ответить. Можно проехаться и узнать. Приезжают девчонки и мальчишки в оптику. Абсолютно весь персонал улыбчивый, все улыбаются. И это тоже здорово на самом деле. Я много лет проработала банковской служащей. И своих девчонок, знаете, вот как-то там говорила даже. Мне не важно, поругалась ты с мужем. У тебя там, ну, какие-то свои личные проблемы. Там депрессия у тебя, пей витамины. Когда ты переступаешь порог банка, ты лицо банка, ты должна улыбаться. Все, вот как хочешь, заруби себе это на носу. Потому что человеку нести свои средства накопленные, вот такому человеку не очень захочется. Страховать машину, решать какие-то кредитные вопросы. Ну, что бы то ни было делать, всем хочется видеть счастливых, улыбающихся людей. Это уже, ну, наверное, психология, я не знаю. Вот так заведено, что мы тянемся к счастливым людям. И вот я когда зашла в эту оптику, я вижу, что все они счастливы. Я думаю, ребятки, какие вы профессионалы. Профессионалы. Если это не профессионализм, а их внутреннее состояние, то это вообще круто. Это мега круто, если это их настоящее состояние. Такое внутреннее, душевное. С этим письмом подхожу, показываю письмо. Общаемся через переводчик. И я ей показываю письмо, там какие-то фразы. И она, видно, знает фразу, девочки, мальчики, кая-сё. То есть не хорошо, а кая-сё как-то вот так. Я тоже, возможно, говорю тус-эн-так. Не совсем правильно. И вот где-то что-то там мы с ней пообщались. И она кая-сё? Я говорю, хорошо. То есть, знаете, вот какой-то позитив, какая-то атмосфера такая вот прям расслабленная. Плюс ко всему, я хочу сказать сейчас акцент, чему мы не только можем, но и должны учиться у норвежцев. Я вот прям, ну это мой мессендж. Меня это приятно поразило. Я должна этим с вами поделиться. Я понимаю, что на эту сумму мне назначены двоечку, а приобрести я могу только какие-то одни очки. И вот она у меня спрашивает, какие очки как бы там нужнее. У меня, получается, один глаз видит вблизи, второй глаз у меня видит вдали. То есть, не получается вот одними очками как-то скорректировать. То есть, одни очки, чтобы читать близко, вторые очки, чтобы видеть где-то вдалеке всё. И я вот сижу, размышляю. Так, вблизи я кое-как прочитаю, разберусь. А вот вдалеке, если я не буду видеть, возможно, в январе идти на языковые курсы, и вдруг там преподавание будет что-то на доске писать. То есть, я не знаю, как там преподавание идёт, не спрашивала ни у кого. И думаю, я ничего не увижу, ну как я буду вообще? То есть, сложно будет. Она говорит, давайте очки для Дали. Вам придётся немножко доплатить, то есть, оправы сами. Я говорю, да, да, я понимаю, я готова доплатить за оправу. То есть, я понимаю, что компенсация только на очки. И она мне говорит, мне нужно отойти, пообщаться с коллегами. Вы не против? То есть, я вас оставлю? Я говорю, конечно, конечно. То есть, я понимаю, что у вас работа. Девушка отходит, также мило улыбаясь, приходит и говорит, мы приняли решение, сделаем вам какую-то там скидку. То есть, одни линзы вы приобретёте, вот вам их оплатил НАФ. Вторые вам пойдут в подарок. И вы оплатите одну оправу, вторую мы тоже вам подарим в подарок. А я сижу на неё, смотрю, горло подкатывает комок. Подошли выбирать мы с ней оправы. То есть, там оправы 1200, 700 чем-то, 400. Сейчас я посмотрю точно, сколько. 495 и по 100 чем-то, 200. Я, естественно, беру оправу, которая там около 200. Она мне показывает не надо. Хотя я до сих пор не понимаю. Пластик, он и в Африке пластик. Чем он может отличаться? Но видно, оптики понимают, чем может отличаться пластик. Может быть, он ломается, трескается. Может быть, он там плохо себя ведёт при перепаде температур. Я не специалист. И начинаем выбирать, естественно, по 495 эти оправы. Одну оправу взяла просто чёрную. Она более массивная. Когда очки придут, вы их на мне, конечно же, оцените. Но она, знаете, очень удобно села. На переносицу, как бы мне в ней комфортно. Выбора этих оправ по 495. Их было всего 5 штук. Одни были оливковые, вторые чёрные. И несколько было в металле. И второе я взяла в металле. Получается цвет меди, чтобы вы понимали. Немножко более они такие узкие. То есть для Дали я взяла вот эти металлические, которые более узкие. Для Близи взяла в чёрном пластике классику. То есть дома мне всё равно, как я буду человек, меня дома особо никто не видит. И они комфортно мне... Ну, попереносятся они мне комфортно. Они как-то вот и по ушам, по всему сели. И вот знаете, я к чему... Сейчас вам, кстати, покажу чек, чтобы вам было видно. Я бы даже здесь, знаете, наверное, прикреплю чек. То есть одни линзы идут в подарок и одна оправа идёт в подарок. Общаюсь, спрошу, когда я смогу их забрать, когда мне всё это оплачивать, как это у вас принято. Вот, скажем так, не когда, а как принято у вас оплачивать сразу, часть или впоследствии. И она говорит, если вы хотите, чтобы это пришло быстрее, и так как вы уже вам средства нафом начислены, они перечислены вам уже на карте, то в таком случае оплатите сейчас. То есть это будет лучше, быстрее. Я оплатила всю сумму, сразу спрашиваю, каким способом. Она говорит, вам придёт смс-ка, придёте, заберёте. Вот таким способом. И знаете, я к чему это начала говорить? Что не было, знаете, у меня ощущения просящие. Это настолько важно, что люди вам сделали подарок, но при этом вас не унизили. Мне не пришлось говорить, а вы сделаете какую-то, может быть, мне скидку, а может быть, есть какая-то у вас акция и так далее. То есть она посмотрела, какие очки вам нужнее. Я говорю, наверное, для дали. Человек отошёл, поговорил, приходит, говорит, мы экологиально посоветовались, приняли решение. И это пример для подражания на самом деле. У нас есть ведь много руководителей, у которых сохранился бизнес. И люди, которые, может быть, меня смотрят, вы потом в какой-то стране начнёте всё равно бизнес. И это мега круто, когда человек имеет такое огромное сердце, такую большую душу, что он способен делать добро. Я просто по себе знаю, что очень часто, когда были хорошие доходы, хорошие заработки, получаешь зарплату, аванс. И я всегда смотрела какие-то объявления, допустим, либо он очка, онкология, что-то ещё. Я всегда думала, так, я получу зарплату. У меня в блокнотике было, я вот столько-то числю туда, столько-то туда, столько-то туда. И когда получаешь денежку, вот ты какие-то переводы делаешь, ты настолько морально себя в этот момент чувствуешь. Вот классно, это какой-то такой драйв, что ты не просто какое-то существо, которое ест, спит, ходит по земле. Ты делаешь какое-то добро. Это, знаете, для души нашей очень важно, для самооценки, чтобы чувствовать себя человеком. Не просто существом, которое, как я говорю, ходит где-то, ест, спит, а человеком себя ощущать, что ты какой-то там мили-милиграммчик, но ты можешь сделать другим людям добро. И вот, когда я попала в эту ситуацию, я думаю, как хорошо, что есть такие люди, такие организации. И я надеюсь, что люди, которые меня смотрят, вы возьмёте это себе на вооружение, потому что кто-то откроет бизнес. Может быть, знаете, я пеку хлеб, но по каким-то пятницам я буду этот хлеб кому-то давать. Вот вспомните, мы у церкви получали в Осло бесплатно продукты. Это я понимаю, что какие-то магазины делятся не так, как у нас. Знаете, вот очень часто, ведь в Украине, я скажу, как есть, много организаций, которые просто выбрасывали всё это. Магазины, которые торгуют тортами. То есть торт никто не купил. Куда идёт торт? Торт идёт в утилизацию. Ещё вешают замок, чтобы, не дай бог, никто этот торт не забрал домой, потому что скажут, что отравился просроченным тортом, потом принесут, что-то предъявят. И очень много таких моментов, ну, не будем говорить, там, колбасы, всё-всё-всё-всё. Когда вот остаётся там 2-3 дня, неделя до окончания, почему не делать такие добрые дела? Я сейчас не говорю о детских домах. У нас детские дома, конечно, дом малютки в Мариуполе. Его курировал, там, скажем так, морской порт, пароходные агентства, крюинговые, ну, госструктуры. То есть там детки обделены, не были вниманием и подарками. Я говорю за простых людей, за дедушек, бабушек. Сейчас расскажу вам случай из моей практики. Мне приходила клиентка и рассказывала это. В доме нужно было поменять проводку, проводка никуда не годилась. А что такое поменять проводку во всей квартире? Я не знаю, как в Норвегии, но в Украине мы с мужем, царство небесное, меняли проводку во всей квартире. И это очень-очень дорого, вот для нас было. И бабулечка это рассказывает, что приходит к ней парень, все посчитал, она за голову хватается, как же я все это осилю, там все. Проходит какое-то время, собрала она эти средства, звонит, говорит, ну, приезжай, я вот готова, средства собрала. Он говорит, сейчас бабулечка, это было месяц назад, посмотрим, какие цены. И она думает, все, сейчас он на мне тут наварит, скажет, цены поднялись. Они поднялись, и он при ней прям начинает смотрит, говорит, вот здесь вот, на таком-то заводе, или там где-то еще, скидку нашел. Говорит, по нашему метражу мы у них закажем, сэкономим столько-то, столько-то. И потом, говорит, у меня еще, говорит, есть дисконт, говорит, где-то там, ну, я не знаю, сколько процентов, грубо говоря, 5. Еще 5% моего дисконта, мы, говорит, мать с тобой, там сэкономим такую-то, такую-то сумму. А мог ведь, знаете, промолчать, не сказать, что у него есть дисконт, и вот эту копеечку, которую он заработает, там он себе в карман мог положить спокойно мог мог потом говорит когда уже закончили работу почему они не говорю бабулька я там тебе скину я тебя там не обману когда раза ребята там их три человека было закончили работу я с ними расплачиваюсь у меня половину суммы возвращает и такими людьми я горжусь я горжусь что в моей стране есть такие люди все высказалась а вспомнила знаете у меня очень много комментариев от вас приходят личные сообщения кто-то пишет именно вот сообщение в youtube и мне написала одна семейная пара это настолько как-то мило-мило я вам сейчас передам привет не буду озвучивать вас они мне прям вот наверное неделю назад еще написали у меня какой-то день не выходило видео и она мне написала мы с мужем до 10 часов вчера не ложились спать ждали вашего выпуска каждый вечер мы приходим там с работы и ждем наталью чавы мы вас просматриваем там еще каких-то там назвала на блогеров и когда от вас не выходит ролик мы очень волнуемся это было настолько знаете вот мило и приятно но мы все люди нам всем нравится когда нам делают приятные какие-то вещи говорят какие-то поступки негатива тоже знаете там личным сообщением столько всего приходит что более чем хватает но я как-то знаете стараюсь зацикливаться на чем-то хорошим акцентировать внимание не на плохом она хорошим потому что ну как вы я это назовете так она и поплывет я в это верю и я это знаю я это знаю в моей жизни это всегда срабатывает мне всегда везет на хороших людей на какие-то хорошие ситуации вот где бы я ни находилась в какой бы ситуации в каком бы коллективе не было какое бы стране и не было мне везет на хороших людей вспомните Словакию, маленькая комнатушка, потом больше комнатушка, потом появилась работа, потом эти люди мне повышают зарплату, причем я у них отработала совсем недолго, мужчины пошли, говорят, так, иди говори, что у тебя зарплату подняли, что ты будешь на эти копейки работать? Я говорю, это вроде как я ученик, иди давай, 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 мы с вами поговорим, что у тебя зарплату подняли. Зарплату подняли, потом узнаю, что у меня дочка уехала в Норвегию, и я говорю, я вот не знаю, ты чего не знаешь, тебе туда надо, вот, во-первых, там твоя дочка, ну, во-вторых, мне уже рассказывала, владельцы этого бизнеса говорят, знаешь что, вернуться в Словакию, ты сможешь всегда, я всегда тебе дам шлифовальный станок, бруску, и дышать пылью ты сможешь всегда, попробуй, нет, вернешься, мы тебе никогда не откажем в рабочем месте, там и во всем остальном, то есть, ну, вот, везет мне на людей, тут, 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 фу, добрый час сказать, что сегодня была в Нормале, у Анютки очень сильно путаются волосы, причем, когда вот у нее волосы высыхают, я там прям жменью, наливаю масло, но почему-то это не помогает, вот, вроде как я ее рассчитала, все идеально, она спит, причем спит уже заплетена, я ее даже уже не расплетаю во время сна, у нее просыпается, и на голове здесь у нее фактически какие-то колтуны, запутанные волосы, не знаю, с чем это связано, возможно, нехватка витаминов, хотя мультикомплекс, она пьет каждый месяц, я не знаю, с чем это связано, пришла в Нормал, опять-таки написала, очень сильно путаются волосы, что порекомендуете, я сама пользуюсь вот Глискуром, взяла для себя, спрашиваю, можно ли ребенку это, она говорит, да, да, можно, и девушка, продавец, опять-таки, мне говорит, спросила у меня, сколько лет ребенку, я озвучу, сколько лет, она говорит, в этой серии вы не ищите, идемте со мной, а там вот эти масла, масла были, Глискура, каких-то еще других фирм, именно масла, в которые я ей волосы втираю, она, нет, нет, идемте со мной, и посоветовала мне вот такое средство, почитаю хорошо аннотацию, то есть для легкого расчесывания, посмотрим, чем оно нам поможет, еще девочки, мальчики, купила себе щеточку вот такую, планирую печь блины, и вчера еще хотела, честно скажу, там наколотила, и такая думаю, стоп, а это что, каждый раз буду, вот чем я буду мазать, надо как минимум кисточку, можно, конечно, взять ватный спонжик, взять на вилочку, его намотать, каждый раз смазывать, но я понимаю, что если я поцарапаю вилочкой с ваточкой в сковородку, то это мне будет очень дорого стоить, поэтому легче пойти купить кисточку, то есть я купила себе в нормале кисточку, Глискур вам уже показывала, так, взяла анютки ацетон, она же у меня девушка, надо, ей же маникюры, педикюры, в школу мы пойдем, но педикюры нет, маникюры точно, по вашему совету, что надо бы пропить магний, вот купила себе большую-большую банку магния, витамин В, до этого купила маленькую баночку, показывала вам, раскошелилась, взяла анютке еще, еще один миллион резиночек, но вот эти резинки, почему взяла их повторно, очень хорошо держат волосы, и еще взяла, знаете что, то, что вот, во всяком случае, мне очень надо, и в Украине у меня такое было, я его называю антикатушковый роллер, вот я не знаю, как он правильно называется, роллер против катушек, все, девчонки, мальчишки, пока-пока, до новых встреч, искренне, ваша Наталья Чалая. Субтитры сделал DimaTorzok